ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боже, я боюсь нажимать. Я не буду. Давайте вы. Если тебя не возьмут, мы их сами пошлём. Любой вуз будет тебе только рад. Поступила! Я так и знал! Поздравляю! После того, как Скотт и его супруга Кейт разбазаривают деньги, которые были накоплены специально для поступления и обучения их дочери Алекс в колледже, им ничего не остаётся, как найти любой доступный способ, чтобы вернуть их обратно. Ведь давняя мечта дочери под угрозой. Вместе со своим соседом Фрэнком парочка решает организовать подпольное казино прямо в подвале своего дома. Стоит ли говорить, что этом как минимум противозаконно, и в случае облавы им грозят огромные неприятности со стороны государства? Хотите рубить бабло, как в Вегасе? Тогда всё должно быть, как в Вегасе. Тут у нас маникюр, массаж. А что дальше, вы не поверите. Неужели стриптиз? Что за пацан? Ему 11 лет. Офигенный диджей. Жаль давай! Вот так! Ставлю всё! В мировой прокат выходит новый фильм режиссёра Эндрю Джей Коэна «Дом. Классическая комедия о парочке неудачников, которые нашли друг друга и периодически создают себе проблемы». Это первая режиссёрская работа Коэна. До этого он стал известен зрителю благодаря сценарным работам над такими фильмами формата эдл-комеди, как «Свадебный угар» и обеими частями ленты «Соседи на тропе войны». Мне всегда хотелось снять фильм в контексте шутки о том, как самые простые, хорошие, туповатые люди из пригорода пытаются стать крутыми чуваками, такими воротилами мегаполиса. Само по себе это же звучит забавно, комично и нелепо. Поэтому я и придумал историю а-ля Мартин Скорсезе в пригороде. По большому счёту, режиссёр Эндрю Коэн действительно осуществил свою давнюю и заветную киномечту. Он снял кино про казино, как у великого Скорсезе. Только поместил его в пригород Лос-Анджелеса к самым обычным американцам, от которых заверсту несёт уморительной провинциальностью. Конечно, делать классическую комедию про то, как родители открыли подпольное игорное заведение для соседей в подвале собственного дома, было бы нелепо. Поэтому Эндрю Коэн усугубил сюжет тем, что родители показаны в лучших традициях популярного поджанра американских комедий эдл-камеди, или, проще говоря, комедии для взрослых. В таком юморе шутки и гэги воспринимаются более стёбно. Химия между исполнителями главных ролей в этом фильме обязательные условия и слагаемое будущего успеха у зрителей. Когда я пригласил мою любимую комедийную актрису Эми Поллер на роль матери, то я сразу ей дал понять, нам от тебя ничего не нужно, кроме химии. У нас всё и так написано, прописано, и мы это покажем, а ты просто срастись с Уиллом. Нам несказанно повезло с Эми Поллер и Уиллом Ферреллом, потому что, как выяснилось, они знакомы давно, но поработать вместе в одном фильме они не могли так же давно и очень хотели уже, наконец-то, сняться вместе. Но и тут мы со своим сценарием и их на главной роли. Ну, вы понимаете. В общем, все звёзды сошлись, и сошлись они именно так, как нам было надо. Эта парочка явно что-то затеяла. Ты ставишь на трак у наших друзей? У нас же казино. А какое казино без драки? А Марта с Лорой молодцы. Они ходят на одни и те же курсы самозащиты. В блин раскатала. Стыдно, Ана, как же меня прёт? Если говорить о каждом актёре по отдельности, то без лишнего преувеличения их обоих можно назвать по меньшей мере комедийным феноменом современного Голливуда. Уилл Феррелл и Эми Поллер начинали в популярном юмористическом телешоу NBC Saturday Night Live, причём каждый в своё время. Они оба выступали в формате импровизационной комедии в разных скетчах. Они оба писали сценарии, выступали продюсерами, поэтому славу известных и неплохих американских комиков себе снискали давно. Правда, поработать вместе на уровне одного кино для большого экрана у них не было возможности. Уилл Феррелл давно перебрался из телеэкрана на киноэкран и неплохо себя чувствовал в стёбных комедиях, но не уровня Адама Сэндлера из категории «туалетный юмор». Эми Поллер на пару со своей лучшей подругой и также популярной комедийной актрисой Тиной Фэй занималась производством комедий для ТВ. Многие годы Поллер была звездой ситкома «Парки и зоны отдыха» от создателей «Культового офиса». Теперь же Эми Поллер влиятельный продюсер и за её плечами ни один достойный комедийный телесериал на американском телевидении. Ну а в свободное время она снимается в кино со своими друзьями. На этот раз очередь наконец-то дошла до Уилла Феррелла и проекта «Дом». Сама идея поработать вместе с Уиллом Ферреллом меня уже воодушевила. Мне кажется, огромное число людей находились в полной уверенности, что мы с Уиллом постоянно вместе где-то снимаемся, но, о ужас, мы ведь реально никогда вместе не работали. Это очень странно, что так получилось. Справедливости ради отмечу, что мы пересекались на площадке 10 лет назад в картине «Лезвие славы. Звездуны на льду». Но у меня была крошечная роль, и это не считается. И вот теперь нам представилась долгожданная возможность сыграть пару, муж с женой, которая сходит с ума и пускается во все тяжкие. Это просто супер. Мы с Эмми уже начали фантазировать, что вот-вот будет фильм, где мы сыграем вместе, причем не просто в одном фильме, а будем вместе в одной сцене. Смеялись мы над этим очень давно и долго. Сценария подходящего все никак не было. И вот появился отличный комедийный проект «Дом». Мы просто не могли поверить своему счастью, если честно. Свершилось, что называется. Но я сразу хочу рассказать вам всю подноготную этого кинопроекта. Слава богу, что Эмми вообще согласилась сыграть в «Доме». Это дебютный фильм Энди Коэна, как режиссера. Проект хоть и от студии Warner Bros., но он не особо крупнобюджетный, поэтому экономили на всем, включая и репетиционное время для актеров. То есть мы с Эмми даже не смогли отрепетировать все, а сразу же нас кинули на съемочную площадку. Первый съемочный день и стал для нас первым моментом в карьере обоих, когда нам пришлось сразу начать играть мужа и жену и шутить по сценарию. И вот тут твой талант и профессионализм сразу же проступает, если он есть. Будет все отлично. Если его нет, то пиши пропало. И мы с Эмми показали класс. Мы с ней очень давно дружим в реальной жизни, поэтому перевоплотиться на съемках в супругов не составило труда. А дальше мы шутили, импровизировали и просто получали удовольствие от совместных съемок. Мы с Эмми понимали друг друга не просто с полуслова на импровизациях, а с полувзгляда. Мы потом смеялись, что выглядит так, будто мы читаем мысли друг друга. И нам не требовалось в работе над нашими персонажами подходить к ним с традиционной актерской точки зрения. А какая у нас история, почему мы вот такие? Мы просто встали под прожекторы и начали играть мужа и женой так, будто женаты на самом деле. Народ, у нас проблема. Шулик! Придется наказать. Как Денира в казино. Ты кого обмануть решил? И что вы мне интересно сделаете? Ой, как страшно. Я сам разберусь. Нет, я разберусь. Так, 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 топор во мне игрушка. Твою ж мать! И дружкам передай, будут жульничать. С ними так же поступим. Если разбирать Ленту Дом с точки зрения классических американских комедий, то она, скорее всего, отойдет в число фильмов или телесериалов, вроде набора юмористических историй от Тины Фэй, Стива Карелла, потому что и Уилл Феррелл, и Эми Поллер из той же оперы, что называется. Постановщик Эндрю Коэн уже успел заработать себе славу неплохого сценариста подобного рода комедий. Франшиза про соседей на тропе войны с Эдом Рогиным и Заком Эфроном и недавний свадебный угар все с тем же Эфроном принесли Коэну репутацию многообещающего комедиографа в Голливуде. Коммерческая прибыль фильмов по его сценариям подарила кинематографисту шанс самому снять кино. И, по прогнозам обозревателей, шансы у дома повторить успех соседей велики. Здесь мы наблюдаем похожую историю, которая приключилась со сценаристами черной комедии Мэй Миллера с Дженнифер Энистон, которые впоследствии сняли вторую часть популярной франшизы с ней же «Несносные боссы 2» и добились хороших результатов. Эндрю — это человек-машина, он напоминает меня в супер-возбужденном состоянии. Он постоянно фонтанирует идеями и шутками, причем все очень грамотно расставляет с позиции сценария и режиссура. У него нет неважных сцен или мелочей в фильме, он всегда что-то предлагает с конкретной целью, объясняя, как это войдет в общий формат всей картины. Даже если у нас обычная техническая сцена на подсъем крупных или общих планов, в которой удивлено полстраницы сценарии, Эндрю зажигается, как будто мы снимаем главную сцену всей его жизни. Он бросается на нас с предложениями. «Так, все, собрались, давайте, начинаем, это сюда, это вот так, 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 давайте». У него бешеная энергия. И в эти мгновения я всегда радуюсь и за него, и за нас, актеров, потому что это праздник кино. Мы все попали в такой мир, где круто делать большое кино. Это наша работа и наша любовь одновременно. И Энди занимает свое место в этой профессии не случайно. Он неравнодушный. А еще он сам же пишет сценарии, поэтому работает как ломовая лошадь и всегда с новыми идеями, гэгами, шутками. То есть ему надо ситком и длиной в жизнь снимать. У него на все материала хватит. Впервые мы познакомили с Эндрю аж в 1990 году, в летнем школьном лагере. Он был на год меня старше. Я даже помню, как мы с ним чуть не подрались из-за бейсбольного мяча. А потом как-то наши отношения пошли в более позитивном русле. Мы подружились, и он теперь вечно тычет мне в лицо своими сценариями и требует, чтобы я снялся в его фильмах. Ну вот, приходится. Когда я стал отцом, я решил во всем поддерживать свою дочь. У вас недостаточно средств. А тут сказано у нас полмиллиона долларов. Джекпот! Не заметили? Ээээ, вы просто на эту сумму застрахованы. Аликс думает, у нас есть деньги на ее обучение. Будем врать. Как все родители. Чтобы дети не поняли, что мы ни хрена не знаем. Дорогие мои, я расскажу вам, как заработать на четыре года учебы за один месяц. Подпольное казино. Но цифры-то сходятся. Давай считать. Тебе 40 лет. Посадят на 20. Сколько будет, когда выйдешь? 90. Нет. Тогда 100. Милый. Дай бумажку, я в столбик посчитаю. Если Эндрю Коэн выступил как сценарист и дебютировал как режиссер фильма «Дом», то продюсерами потенциального комедийного хита стали сам Уилл Феррелл и его давний друг, режиссер Адам Маккей, прославившийся на весь мир трагикомедии «Игра на понижение», принесшей автору премию «Оскар» в режиссерской номинации. Маккей и Феррелл давно прослыли в Голливуде успешной парочкой сценаристы-продюсеры-актер и вместе сделали дюжину фильмов, вроде франшизы-телеведущей. Адам Маккей много работал с популярными комиками, которые так или иначе связаны между собой многолетней дружбой, или все вышли из главной кузницы кадров американского стендапа, все того же шоу Saturday Night Live. Поэтому предложение Уилла Феррелла привлечь на главную женскую роль Эми Поллер было воспринято, как говорится, на ура. Мы с Адамом сразу сошлись во мнении, что кандидатура Эми Поллер будет ну просто идеальной на эту роль. Нам нужна была не просто комедийная актриса, а такая актриса, которая умеет с полоборота импровизировать, у которой есть свой семейный бэкграунд, а у Эми двое детей, которая быстро все на лету схватывает и тут же может включиться в работу. Причем у Эми есть потрясающая и очень важная для актрисы способность – самоирония. Она может исполнить любой нелепый номер на грани фола, и у нее это будет выглядеть не непристойно, а очень смешно. Это что, женские очки? Нет, итальянские. Со мной не связывайся. Уилл Феррелл – король юмора. Для меня он самый смешной комик в Голливуде. Я вообще люблю альфа-самцов, которые любят пародировать альфа-самцов. И вот Уилл – это такой альфа-самец голливудской комедии. И я просто обожаю его чувство юмора и то, как он любит строить из себя дурака или нелепого идиота. Это реально смешно. Я люблю с ним работать. Мне нравятся его методы, его подход к работе. И не забывайте, что мы дружим в реальной жизни. И я могу об Уилле сказать только самое хорошее. Конечно, комедия «Дома» не станет чем-то из ряда вон выходящим в своем жанре. Это очередная неплохая работа с юмором а-ля сериалы «Офис», «Парки и зоны отдыха» и «30 рок», где надо внимательно вслушиваться в диалоге и смотреть на гэги. Приятным сюрпризом в ленте Эндрю Коэна станет и камео голливудских суперзвезд, вроде Джереми Реннера. А вот с участием в фильме «Поп-звезды» и временами актрисы Мэрай Кэрри вышел настоящий скандал. Певица в очередной раз подтвердила свой статус скандальной звезды, трудно дискредитировав себя в плане полного отсутствия хоть малейшего намека на комедийные способности. В итоге все сцены с Мэрай Кэрри были полностью вырезаны на стадии финального монтажа картины. Но это пошло фильму только на пользу. Зрители ждет масса шуток про азартные игры, нелепые сцены семейной и родительской жизни и полный улет в плане пародий на всех и вся. И все это ценой в 40 миллионов долларов. Успех Эндрю Коэна будет обеспечен, если дом окупится в мировом прокате хотя бы вдвое. Редактор субтитров А.Семкин